Приветствую всех, дорогие друзья. В сегодняшнем выпуске новостей давайте узнаем, как Nvidia меняет кристалл в RTX 3060. Посмотрим, как MSI дискриминирует российских пользователей и узнаем свежие подробности о дефиците видеокарты других компонентов. Об этом и многом другом из мира IT я расскажу вам прямо сейчас. И с вашего позволения я начну с зелёного лагеря, где продолжают борьбу с майнерами. По данным китайского издания HKEPC, компания Nvidia планирует выпустить новую модификацию графического процессора с более эффективным ограничителем майнинга. Источник указывает, что новый GPU использует маркировку GA106302. Он придёт на замену GA106300, который используется в составе видеокарты RTX 3060. Новый GPU получит новый ID, поэтому видеокарта на его основе не будет работать с существующими на данный момент драйверами. Напомню, что в начале года компания Nvidia представила видеокарту RTX 3060 с ограничителем майнинга. Но чуть позже Nvidia случайно опубликовала в открытый доступ драйвер, который делал этот ограничитель полностью бесполезным. Теперь же сообщается, что видеокарта на базе 106302 не только не сможет работать с драйвером, снимающим ограничения, но и обзаведётся новыми средствами защиты. Благодаря этому добыча эфира на новом варианте RTX 3060 будет невыгодной. Ожидается, что новые кристаллы начнут появляться где-то в мае и каких-то технических различий со старыми моделями не будет. Между тем Nvidia и Epic Games выпустили официальную техническую демонстрацию трассировки лучей на популярном игровом движке Unreal Engine 4. Её можно скачать на официальном сайте, но для этого требуется аккаунт разработчика. В самой демке можно включать и выключать трассировку лучей отдельно для отражений и теней. Кроме того, демонстрируется как технология RTX Global Elimination добавляет эффекты динамического диапазона HDR. Среди прочего упоминаются технологии RTX Direct Elimination и Nvidia Real-Time Denoiser. А чтобы максимизировать настройки качества и эффекты трассировки лучей, предусмотрена поддержка DLSS. И вчера я вам рассказывал, что MSI сократила гарантию для ряда своих видеокарт. Сейчас же компания выступила с заявлением по этому поводу. Сообщается, что будучи одним из мировых лидеров на рынке игровой индустрии, компания MSI прилагает огромные усилия по защите интересов игрового сообщества. В связи с этим, а также по причине резкого увеличения спроса на видеокарты для добычи криптовалют, было принято решение выпустить специальную партию видеокарт с шестимесячным сроком гарантии. К этой партии относятся видеокарты серии Miner, а также ряд устройств, в названии которых фигурирует частица RU. Остальные видеокарты, включая культовую серию Gaming, продолжат поступать на рынок с гарантией в 36 месяцев. В данном заявлении обращает на себя внимание явное упоминание моделей с частицей RU в названии. Данные модели предназначены исключительно для российского рынка и сокращение гарантий упоминается исключительно на российском сайте MSI. Даже на украинском сайте можно обнаружить совершенно иные формулировки о гарантии. В свою очередь на сайте MSI для США или для западноевропейских стран говорится, что все видеокарты вне зависимости ни от чего получают трёхлетнюю гарантию. Всё это указывает на то, что российское представительство MSI ввело собственную политику гарантийного обслуживания. Тем временем дефицит полупроводников дошёл до производителей оборудования для создания этих полупроводников. Как отмечает Nikkei, японская компания Mitsubishi Electric уже принимает заказы на оборудование для формирования отверстий в платах со сроком исполнения на следующий год. Некоторые клиенты готовы разом заказывать по 50 или 100 единиц оборудования, но на всех его не хватает. Кризис полупроводниковой отрасли добрался до сферы технологического оборудования, и для его выпуска тоже нужны чипы, а их на рынке сейчас крайне мало. Между тем компания TSMC предупредила, что дефицит всех микросхем, включая видеокарты, может сохраниться до 2022 года включительно. Об этом заявил генеральный директор корпорации CC Way. Глобальная нехватка чипов затронула всех, начиная от автопроизводителей и заканчивая производителями телевизоров и бытовой техники. Почти все связанные с процессорами сферы были вынуждены сократить объёмы поставок из-за их нехватки. Сообщается, что сейчас производственные мощности TSMC загружены более чем на 100 %. Компания обещает увеличить поставки в следующем квартале, однако по мнению Nvidia, Intel и других производителей кризис сохранится в ближайшее время. Сейчас TSMC активно вкладывает средства в запуск нового производства. Предположительно, в ближайшее время компания потратит около 30 млрд долларов на модернизацию и расширение, но насколько это увеличит производственные мощности не уточняется. А основные показатели финансовой отчётности TSMC сводятся к тому, что в первом квартале этого года компания получила выручку в размере 12 млрд и 920 млн долларов. Это на 1,9 % больше, чем в предыдущем квартале и на 25 % больше, чем годом ранее. За последний квартал TSMC отгрузила 3 млн и 360 тыс. кремниевых пластин. Это около 1 млн и 120 тыс. пластин в месяц, что на 8 % больше, чем в среднем за 2020 год. В этом квартале TSMC достигла рекордного уровня производства, примерно на 50 % превысив свой недавний минимум в первом квартале 2019 года. За последние пять лет производство TSMC в среднем составляло около 2,5 млн пластин за квартал. Вот только в последнее время TSMC выпускает более 3 млн пластин за квартал, что указывает на существенный рост спроса. Также в отчёте TSMC содержится информация о доходах по платформам. Двумя основными рынками выступают смартфоны и высокопроизводительные кристаллы. Вместе они уже более года стабильно формируют около 80 % совокупных доходов TSMC. Плюс ко всему стало известно, какие техпроцессы приносят TSMC основную выручку. В первом квартале этого года почти 50 % всех доходов компании пришлось на 7,5 нм. За отчётные три месяца 7-нм нормы формировали 35 % всех доходов, а 5 нм 14 %. В течение последних нескольких кварталов компания сообщала о почти полной загрузке 7-нм мощностей из-за возросшего спроса. Доходы от 16 нм снижаются, и их доля опустилась ниже 15 % в общей массе. Сегодня на выпуске кучи 16-нм чипов TSMC зарабатывает столько же денег, что и на относительно небольшом количестве 5-нм. Любопытно, что 10 и 20 нм приносят настолько мало доходов, что ими уже можно пренебречь и жизненный цикл этих техпроцессов подошёл к концу. Тем временем компания Corel выпустила обновление своего пакета Parallels Desktop для запуска виртуальных машин на macOS. Самым важным нововведением версии 16.5 стала возможность запуска ARM версии Windows на компьютерах Apple с чипами M1. Последняя версия программного пакета позволяет запускать ARM приложения для Windows или традиционные x86 программы одновременно с ПО для macOS. Главное ограничение вносит сама Windows 10 для ARM, которая пока не поддерживает запуск приложений x64. Corel заявляет, что обновлённая версия Parallels Desktop также может похвастаться улучшениями производительности и энергоэффективности по сравнению с версиями для Mac на базе Intel. Программный пакет потребляет на 250 % меньше энергии при работе на MacBook Air с M1 по сравнению с MacBook Air на базе процессора Intel. Но главной проблемой в данный момент является то, что Microsoft продаёт лицензию Windows 10 для ARM только производителям компьютеров. Таким образом пользователи лишены возможности использовать на своих Max M1 официальную копию Windows 10. А цифровые деньги, к которым не так давно многие относились с опаской, постепенно становятся обыденностью. Традиционные банки помогают инвесторам вкладывать деньги в криптовалюту, а техногиганты, такие как Tesla, продают свои товары за цифровые деньги. Сегодня же крупная криптовалютная биржа Coinbase, позволяющая людям продавать или покупать криптовалюту, выходит на фондовую биржу. Это является огромным достижением для всей криптоотрасли. Акции Coinbase были предварительно оценены в 250 долларов США каждая, что соответствует общей стоимости компании в 65 миллиардов долларов. Тем не менее после выхода стартапа на Nasdaq в течение нескольких минут их цена выросла на 58 процентов, благодаря чему компания теперь стоит почти 100 миллиардов долларов. И ведь ещё в 2018 году Coinbase оценивалась всего в 8 миллиардов. Аналитики уверены, что выход Coinbase на фондовую биржу знаменует переломный момент для всей отрасли. Тем не менее некоторые инвесторы опасаются вкладывать в компанию свои деньги. Их пугает, что успех зависит не от привычных факторов, таких как экономика и основные законы конкуренции, а от колебаний курсов криптовалют. И соответственно в ожидании выхода Coinbase на фондовую биржу цена биткоина и пробила 60 тысяч долларов. Ну а если вам понравился ролик, то не забудьте поставить ему лайк. А я хочу сказать огромное спасибо всем кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч, друзья.